да вот сейчас у меня просто отобразится но в общем вы видите там наверное фотографию стоят молодые люди вот это 70 и в конце 70-х происходит активное развитие панковского движения и семьдесят седьмом году возникает группа краница которые основали вот эти вот два молодых человека которые стоят в середине можно как-то чуть увеличить вот такой с очень короткими волосами и рядом с темными волосами хорошо вот так да вот слева это тони ойкфорд а справа дуглас пирс вот они были основателями группы кризис и эта группа что это за группа была она была такая очень левых взглядов и придя ну практически даже троцкистских взглядов вот выступал на всяких интересных фестивалях типа рок против расизма и так далее вот группа это записала сколько там несколько синглов они небольшой мини альбом но полного полного альбома не так и не записали хотя у них были были сессии у джона пила это такое было скажем так ну не то что продюсером человек который открыл мир очень много известных исполнителей очень много известных и интересных самое главное но группы дела шли не очень вот и восьмидесятом году краница распадается музыканты развиваются по разным коллективом вот а дуглас пирс и тони ойкфорд основывают проект который потом будет известен как death in june вот и они приглашают в качестве третьего участника барабанщика другой группы по моему runners from 84 это бегущий от восемьдесят четвертого отсылка к этому корову вот они основывают можно показать да следующую картинку вот они в этом составе они основывают группу death in june вот и что же это за группу была такая вообще какой они музыку начинали изначально играть по сути это было уже не панк рок а пост панк и они записали несколько синглов потом да они записали несколько синглов вот даде дали несколько концертов восемьдесят третьем году выпустили первый альбом вот и можно показать его я думаю сейчас это следующий слайд да 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 там на них изображены два солдата но это не оригинальная ложка оригинальную обложку я не стал вставлять кто-то по той причастой причине по которой группы получила известность выходом этого альбома что было изображено оригинальной обложке там был изображен тотенкорп в ромбовидной фигуре вот и по этой причине в группы группе у людей возникло очень много разных вопросов сразу начали говорить что они пропагандируют какие-то идеи вот хотя тотенкорп это ну по сути это символ группы то есть символизирует название то есть тотенкорп это символ смерти которые уже еще со времен древнего рима идет и там внизу было еще цифра к 6 приписано 6 6 месяц то есть июнь смерть в июне получается виду гуспирс тоже она их интервью говоришь это все надумано хотя и говоришь и название это отсылка название группы это отсылка к ночи длинных ножей вот и в общем но дугу спирс говорил что нет это не все это неправда это мы в общем когда репетировали там кто-то что-то сказал ему послышалось dead engine вот так и назвали группу но чем все-таки интересен этот альбом и какое значение медиа марти лэнда стрела то есть здесь уже появляются именно такие четкие военные ли но элементы военной музыки интегрированные в постпанк и вот у меня есть текст песни я сделал такой небольшой вольный перевод till the living flashes burn пока живая плоти их не сгорит вот из темных улиц из мрачных трущоб услышите двух ушек что бьет заикаясь зрители мужчин что в линию идут от прошлых дней бесславного упадка они готовы умереть и быть предательски забыты они готовы умереть погребя себя в мелкие могилы пока жива живая плоти их не сгорит пока живая плоти их не сгорит почувствуйте носом этот запах его война с ее плодами источает в пасе смерти вы живете и в зубах жизни умираете мечтающий о новом прошлом че истинное лицо уже уже взрели мы запятнанная коричневая рубашка инженеры расы веры и войны это текст это за главный трек вот там он начинается тоже такой с барабанного марша на фоне звучит бас-гитара наверно можно следующий слайд переключить вы кстати не знаете вот что это я очень часто вижу эту фотографию но вот я не помню что что там на ней именно откуда она нет не узнаю если честно фотографию с они именно с обложки альбома кстати да там очень интересная напись вену и хэф и чады рабы хэф и рифин очень смешная но я я понимаю почему дугл спирс и поместил это перевод типа когда у вас есть друг у вас есть все вот да вот собственно эта группа это концерт вот это концерт в лондоне есть кстати на ютубе запись этого концерта вы можете его посмотреть но наверное да вообще хотел список счета в список приложений добавить ссылки на видео но что-то видим но в общем времени мало было и поэтому оставил как есть вот что же за музыка была на альбоме они играли там был там был звук бас-гитары вот в некоторых треках даже еще звук трубы был и в общем это все создавал такую интересную атмосферу в общем именно очень было похоже на военную музыку но тем не менее да панковские элементы остались и назвать это марта линдаст его в полной мере мы не можем более того но я уже сказал что группа у группы начались проблемы с окружающими вообще честно говоря даже не очень сам понимаю в чем прикол именно использование вот этой символики вот но возможно дугу спирс он просто увлекается именно немецкой войны униформой может и провокации я думаю что это тоже да ты вызов очень интересно дугу спирс в одном интервью да говорил что он не хочет быть чтобы его группа была похожа на другие то есть он хотел хотел сделать их они были запоминающимися еда в этом есть какой-то эпатаж я думаю так но можно переключить картинку да кстати те кто увидели фотографии черно-белые там еще весело обратили внимание на сцене есть барабан то есть они использовали выступлениях свои военные барабаны вот это тоже очень важная часть марта линда стрелье переключили до скульптуры до скульптура это вторая была тоже 2 группы булева называется вот он вышел первый альбом вышел в 1983 а второй в 1984 но это там на самом деле студийных треков всего 5 а вторая планета записи концертов но вы можете слушать все либо слушать только судейные записи вот но чем эта ложка кстати интересно она возложила такую моду на фотографии вот использовать фотографиях альбомов марта линда стрел исполнителей фотографии памятников то есть в этом какой-то тоже есть своя атмосфера скажем так очень интересная находка мне кажется вот по-моему очень красивый по-моему они где-то на кладбище сфотографировали но все равно очень по моему очень круто а вот что да на что касается по альбому бурилл они дэс и джон с этого альбома начинает отходить уже в сторону неофока то есть там появляются звуками на пустической гитары за глаз самого за главного трека и мы как бы потом уже постепенно будем наблюдать то как группа отстраняется марта линда стрела но очень много они все-таки дугл спирс он продолжал использовать своей музыки скажем так вставлять некоторые места вот эту маршевую составляющую и она сохранилась сейчас он уже в данный момент он мало альбомов очень редко альбом выпускает вот они достаточно однообразные стали на мой взгляд вот но это мы уже марта линда стрелы моменты нет но это уже другой жанр это неофолк это если кстати кому будет интересно то можно и по нему стрим сделать группе восемь четвертом году после выхода этого альбома происходит одно важное событие которое изменило ее историю это в общем я сейчас скажу что случилось тони вейкфорд решил вступить в национальную партию британии это скажем так тони вейкфорд это человек который уже с этого справа нас стоит вот кстати вот обратите внимание на то как изменились скажем так музыканты то есть как они выглядели когда играли панк-рок и как они изменились во что они стали деваться когда стали играть соответственно другую чуть-чуть музыку то есть у них стиль поменялся они одели такие военные рубашки вот так вот да тони вейкфорд вступил национальную британскую национальную партию и как вы думаете каждый как отреагировал на это дугл спирс негативно до негативно он его просил уйти из группы вообще потому что группы так было не очень хорошие но не очень-то скажем так приятная известность но я учредство выхода в национальной партии ну как бы ну понятное дело она вызывала определенная ассоциация аллегории что все-таки группа симпатизирует каким-то взглядом хотя вот если вы почитаете тексты песен то они никакой вот симпатик там и к идее к идеям нацизма у них вообще нет то есть это все у них все песни в основном это какие-то философские философские рассуждения о жизни вот потом в творчестве начинают появляться такие элементы скандинавского оккультизма то есть очень много про руны поют очень много про руны поют это уже это уже не все другое ровно не на урон и ровно не виноваты что их использовали скажем так в плохие руки они попали их нехорошие люди использовали в карин как это или рисуя на эмблемах всяких дивизий эсэсовских ну вот трудно в этом не виноваты вот то есть как бы вообще вот я кстати сам рунами занимаюсь я вообще тяготею к язычеству скандинавскому вот интересно очень интересно да я хочу сказать что руны никак нельзя во зло использовать нельзя делать какие-то плохие вещи потому что вам это воздастся если вы это будете делать то есть и на примере но если брать скажем так если рассмотреть то что случилось с третьим рейхом с оккультные точки зрения то по сути то что они использовали эти руны это их и погубили погубила вот нельзя этим заниматься в общем и в общем никогда не используйте руны во зло кому-то давайте следующую картинку картинку группе остался постоянно остался под реплигас барабанчик вот которая с первого состава вот они работают над альбомом надо который называется надо я не знаю что это значит на альбом этот отличается вообще от всего остального творчества десен джун потому что там очень много синтезаторов присутствует и такая музыка стал более электронный то есть это уже не панк-рок это именно какой-то даже не в электронный industrial но там есть тоже остались такие элементы то есть кстати вот очень красивой фотосессии есть к этому альбому можно посмотреть они где-то на кладбище тоже фотографировались там есть такая песня last firewall кстати не она и поможет переиздать есть альбом и вот там поются про там там весь трек такой медленный такая медленная скрипка играть синтезаторные вот искаженный чуть-чуть звук и там так и так прерывают звук звуки барабанов вот и потом поются секунду это еще зачитаю это значит что были в горящей деревне это последнее прощение мы горим и кричим внутри и мы горим и кричим в аду вот на это видим отсылка тоже каким-то военным событиям так вот это вот это трек с переиздания альбома надо вот здесь как группа тоже там появляются не элементы новофолка а там скажем дугл спирс тоже играет кстати вот я могу посоветовать вам с этого альбома треки если вы интересуетесь новофолком это behind the rose кстати да с этого альбом на этом альбоме появляется другой важный персонаж британского эзотерического подполья это дэвид тибет вот он начинает он пишет текст текст к нему и принимает участие в записи и наверное можно переключить в картинке там две картинки это эти как его фотосессии с альбома с этого альбома красиво с мечами стоят я про это говорю что вот такой пафосный стиль это очень отличительная особенность жанра и там еще две такие картинки нам прислал пользователь руны 100 рублей спасибо большое руны мы уважаем руны а вот это уже цветное и как хорошо он показывает левой рукой сейчас я покажу попытаюсь вам продемонстрировать там как он что хоть предмет руки я он держит кое-что в этой руке и поднимают руку вперед вверх выше да все все нормально вот за столом это сидит кстати дэвид тибет вот он прикрыл он так он на тот момент был таким он увлекался кровали они с кровлянцем сначала было потом он решил стать этим буддистом и кстати поэтому ему на кличку получил тибет потому что он буддизмом увлекался и мы к эту кличку дал пиоридж вот можно то следующую картинку вот там уже показаны концерты это дуглас пирс униформе то есть они вот с этого момента они начали выступать в немецкой униформе причем это расцветка какая-то ссовская вот разве разве дни хаки простая то есть типа не а нет 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 дуглас пирс он именно определенной расцветки предпочитает хорошо да вот и соответственно там следующая фотография это барабанчик группы тоже в этой расцветке то есть они на концертах выступают с использованием живых барабанов вот и дальше уже потом появляются элементы тоже следующая картинка вот там уже читака черно-белый это дуглас пирс гитарой вот это но как бы дальнейший стиль его уже основной это неофолк становится и основные его песни становятся под гитару вот а сзади вот наш товарищ дэвид тибет вот у него кстати футболка на футболке какую-то там распятие изображено с краулианским на символом вот она общем принимал очень они очень какое-то время были очень хорошо дружили с дугласом пирсом то есть он даже потом на дэвид тибет посвятил ему песню называется song for дуглас автор his dead то есть песни для дугласа на после его смерти это с альбома thunder perfect mind на карта да что же еще тибет он основатель проекта каранта найти 3 вот и он ну он наверно меньше не так сильно повлиял на марте на даст руках дуглас пирс но у него есть и в работах такой прослеживается оккультные оккультные моменты прослеживаются потому что я уже сказал он увлекался телемы и крок к алистерам кровли и в своем творчестве он пытался вот это все впихнуть все вот эти оккультные практики то есть первый трек у тибета первая вообще песня он пытался вызвать дьявола с помощью нее ну вот там можно следующую картинку по патрика и газ на барабанах вот здесь мы тоже можем наблюдать тебе-то кота что же было после альбома надо я уже сказал что группа уходит начинает уходить в него фолк вот но а на альбоме сейчас я прочитаю the world the world last summer там есть десятый трек до ползом и вот это тоже по моему хороший пример раннего марте лэнда стрелы да что на этом альбоме там он идет по моему если не ошибаюсь расскажу сколько по времени 15 минут идет вот там это такой медленный трек а там барабанные соответственно бас басовые удары такие и на фоне звучит звучит сэмплы из каких-то фильмов вот речи и сидит посредине подрубается какой-то марш времен второй мировой войны вот очень интересный трек на мой взгляд вот скажем так эпичный да там даже там даже есть текст по моему него который произносит дугл спирс но я его перевод не смотрел но я советую всему послушайте дэв 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 мэн называется 15 минут этот трек обложку альбома этого я не стал помещать потому что там переиздание остался тотенкорп вот и мы чтобы не было никаких вопросов к нам соответственно лучше лучше этого не делать и также следующий альбом это уже альбом the world of last summer он вышел восемь шестом году а потом идет альбом brown book но вышла уже восемь седьмом там опять уже там единственное что из мартил индастриал это заглавный трек как хальга тот вот он его исполняет вместе с роуз макдау мы они чуть позже но уже через картинку скажем что это за человек такой и собственно альбом весь такой выдержан в стиле неофолк да кстати на альбоме brown book еще есть интересный трек называется он так и называется как альбом это там засамплировал засамплирован марта марш хорста веселя вот по моему там чуть-чуть текст изменен если не ошибаюсь вот за это за это группу группу альбом этот запретили продукт продажи в германии но по понятным причинам германии запрещено на это запрещено да в 2005 году есть я не ошибаюсь но как дугу спирс опять я говорил что это там что это все не что это все это просто как сказать это эстетика такая вот и вообще дугу спирс мне кажется он во все стороны скажем так он и своим творчеством троллит и он же да я же как говорил от дугу спирс он был антифашистом вот и видимо что как-то так потроллить своих бывших коллег он решил таким всем заняться но в итоге мне кажется троллит во все стороны то есть на троллит этих фашистов и фашистов вот тем что фактом что дугу спирс самым гомосексуализм является и как бы сказать это немного это задевает скажем так сторонников правых взглядов но и в целом до дугу спирс он по моему по взглядам он до сих пор так придерживаться таких скажем так марксистских взглядов но естественно мне никакой не расист и скажем так явно не одну по его творчеству видно что он не одобряет это все связано с войной и как бы вообще вот основная идея как сказать творчество буду спирса что он продвигать своем творчестве он продвигает идею смерти европы после второй мировой войны и вот эта идея идет вообще не только в его творчестве так как бы сказать одна из одна из идей всего неофолка ну и марта линдастрил соответственно что вот вторая мировая война она уничтожила европу вот и на вот это вот как скажем блудка почте она носят апокалиптический характер вот вообще как относитесь к идее того вот этого таким идеям я считаю что все таки но это так скажем наиболее молодая из всех палеоконсервативных идей кое кто считает что европа рухнула когда великая французская революция началась первый раз европу закопали интеллектуалы во время великой французской революции второй раз европу закопали после первой мировой войны третий раз и закопали после второй и я сейчас четвертое захоронение даже назову потому что европу закопали после 1968 года знаменитых протестов во франции в париже да здравствует долой левый поворот левая революция знаешь я я я видел трупов достаточно но чтобы их четыре раз закапывали потом еще говорили что вот теперь-то с европой наконец покончено больно живой пациент для то для четырех захоронений и и закапывают закапывают это как советскими советский анекдот европа гниет гниет скоро надо гниет уже вот осталось чуть-чуть я бы так погнил если бы вы знаете я я я я хочу так погнить на самом деле как европа захороняйте и вот я думаю что скоро кто-то скажет что и 2001 год уже начинается это начинается разговор о том что 2001 год это конец западного мира конец наших свобод вот эти вот концы они так их так много что я уже блин не понимаю этот клиент скорее жив чем мертв или нет скорее жив наверное так никак никогда не хоронят тело которое так активно брыкается и так не говорят а потом что захоронено как в тот момент когда она как раз дергается и дергается спокойно он о клиент уже спокоен клиент спокоен не обратить внимание а те кто говорят что с европа покончено явно переоценивают эти этот факт явно переоценивают так но в общем да вообще в творчестве еще дугласа пирса и он дуглас пирс он был большим поклонником он точнее есть почему был есть большой поклонник миссимы вот и что-то в нем в этом творчестве его тоже есть от него от миссимы то есть вы помните эту историю как миссима пошел захватил военную базу и вышел на трибуну и начал там призывать людей к свержению в общем государственному перевороту люди на него посмотрели просто и ну в общем он не оценили его порывов и миссима погиб он понял что из него как бы сказать он не в том не в ту эпоху попал как мне кажется то есть есть что-то в этом такое как мне кажется в этом творчестве что эпоха героев ушла вот но скажем так в наших руках все изменить и вернуть ее обратно лавчиха софт тут говорит что шпенглер тоже да я согласен с вами это еще раз захоронение европы но шпенглер скорее писал про первую мировую то есть это поле консерватизм уже второго такого поколения когда считают что концом европа была первая мировая позднее поколение уже послевоенные считают что вторая мировая шестидесятники это 68 год ждем новое обновление it's up to date да ждем ждем не дождемся я думаю что не дождутся европа жива как никогда да я думаю надо чуть-чуть кстати хочу даже сказать вот одном из этих я не помню правда как альбом назывался был это бихолт в эйч of heroes в эйч of honor and blood где под эти самые под эту речь и там как раз что там и маркил индустриально звучало правда не помню чей это альбом был время героев прошло но вот в этой песне как раз говорится о том что брейз юселвс скоро этот век героев снова будет он не может не настать скоро время вернее повернется фотографии здесь изображены все основные участники британского эзотерического подполья ну которые были на момент 88 года а эта фотография в даст сделан кстати в 1988 году вот во время записи альбома для каранта найти 3 и кто изображен вот мы можем видеть второй ряд сзади это вот слева направо вот они слева направо можно видеть нашего старого знакомого этого тони вейкфорда тогда он уже это 88 год был и он уже тогда вышел из британского национального союза сказал что он что он больше не националист и он покинул тут он там два года пробыл если я не ошибаюсь он давали во время он там основал какую-то группу которая засветилась во всяких скажем так право радикальных сборниках но и за за что вот вейкфорда до сих пор его обвинять в том что он симпатизировал этим взглядом когда-то хотя он но он говорил что по молодости да я по молодости всем глупости совершаем вот и в общем он уже давно не придерживаться ничего подобного вот и говорит что если бы он придерживался действительно то с ним бы то никто не сотрудничал связывай знали его знакомых музыкантов до после что было после того как он собственно вот на момент записи этого альбома он уже создает свой проект sol Invictus вот это неофолковый проект который последний альбом восемнадцатом году вышел вот но он опять таки он к нашей теме не относится но его послушать определенно стоит для тем кому нравится на фолк вот мне нравится ранее альбом у него первый альбом кстати его проекта называется against the modern world да мое любимое фраза я и откуда где это слышал фразу against the modern world вот откуда она берется да 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 вот у него альбом первый against the modern world и но при этом как у него даже там тексты они тексты название песен тоже соответствует главам книги но при этом как выяснилось потом эту книгу не читал то есть он и он читал но видимо не так понял ее смысл в итоге но как бы не мою и вот это вот не не очень оценили люди вот но в общем он как бы на этом не остановился он продолжил делать музыку то есть он серьезно музыкой начал заниматься именно после того как распрощался с дугласом пирсом и распрощался со всякими вот этими участиями в политике вообще все эти люди они достаточно политичные на самом деле то есть глупо я считаю как-то их оценивать их политические взгляды они просто они вообще должны фотографии мы видим они просто на хиппи похоже вот по сути да не как бы то какой то что тут от этой культуры хиппи они переняли вот дальше у нас идет после тони лейкфорда идет ион рэд это тоже очень интересный персонаж вот он участвовал записях к альбомов как и дэсэн джун так и карант на эти три вот это скажем так уважаемый человек людей которых изучают роны потому что он связан с изучением вот этой темы скандинавской скандинавского оккультизма у него тоже есть свой проект fire and ice его тоже советую всем послушать потому что он кстати да и в эгфорда за я кстати когда слушал соло винтус я их голоса даже путал но потом я научился отличать у него чипа холода не хочет похожи голоса но нр да он более красивый вот им в общем совет проекта фарендайса определенно его стоит послушать так же как солен виктус вот дальше идет в рубашке белый это джон баланс это один из участников группы койл то есть уточня основатель группы колод по сути его сольный проект стал как он ушел с группы психик тв который образовал пиориш после распада да я вот за всем этим забыл очень важный момент сказать когда группа с роббин гристалл распалась это был восемьдесят второй год все не ошибаюсь пиори же заявил что индустриальная эпоха в музыке закончилась и началась постиндустриальная и это к тому что мартел индастриал он все-таки именно не к самому индастриал относится к постиндустриал и все что идет сейчас вот после вот этого распада фрагин гристалл он это все относится после до стрелы то есть вот эти там на ничнейл с рамштайн это все постиндустриал вот а индастриал к индастриал традиционно относят группы которые работали с индастриал рекордс и соответственно запускались на нем вот так продолжаю тему вот баба был одним из этих тоже исполнителей то есть он снова нужен после точнее распада фрагин гристалл присоединился к психик тв он работал с пиори же потом он ушел уже сольное плавание к нему присоединился кристоферсон которого мы уже упоминали так но дальше после баланса идет дуглас пирс вот про него уже достаточно сказал далее идет дэвид тибет в черных очках вот они очень у них очень таки больно скажем так болезненность очень грустная история отношений у них было они дружи были проявлены друзьями практически не разлей вода на вот там в чате спрашивали прописали про песню о x мазда и что там за текст этой песни вот эта история связана как раз с конфликтом дугласа пирса и тибет то что когда уже но это уже конец 90-х был вот там дуглас пирс он был одним из основателей левола world serpent и на этом альбом издавались исполнительные фолка марте лэнда стрела это даже не лейбл это по-моему даже дистрибьютора он его его дистрибьютором общем был и на этом в общем в какой-то момент лейбл решил скажем так ну мы все знаем как это происходит они часть прибыли с продаж альбомов организаторы себе забирают вот и там организаторы этого лейбла то есть которых но видимо они работали с пирсом вот они ну пирс начал понимать что они что-то ему не дают и соответственно он там начались судебные разбирательства вот и тибет встал на сторону соответственно лейбла и в итоге дуглас пирс просто ушел с этого лейбла забрал все свои альбомы там в чем до права проблема они не хотели возвращать права на переиздание вот альбомов которые были выпущены и соответственно этому этой истории посвящена песня у пикс мазда и что вот зажали скажем так руководитель этого лейбла деньги вот и там же появится что все награблено это все награбленное моё вот этот про как раз про вот эту вот историю вот и в общем да из-за того что тебе поддержал лейбл они собственно перестали общаться и это было начал нулевых собственно очень на самом деле грустная история как мне кажется потому что самый лучший период творчества этих исполнителей когда они сотрудничали вместе вот внизу там вот-вот под вейкфордом это стивен степлтон это и другой индустриальный проект нурс вызвал здесь ну это по-моему вообще скажем так это я слушал эту музыку и она она вообще на его и относит к индастриалу но она не пара лик индастриалу но она это что-то узнаете тот как взять сюрреоризм и вот именно в музыкальном музыкальном стиле его сделать это вот именно так наверно можно это описать потому что степлтон он сэмплирует в своем творчестве он использует в качестве сэмплов вообще любые звуки то есть даже звук там какого-нибудь крутящего себя крутящийся штучки но вот и просто их так компонуть что это очень интересно получается вот и кстати группа койл на чем-то они но понятное дело они за одной тусовки они все у них творчество все пересекается вот и калда тоже те кто хотят скажем так почувствовать немного другой уровень музыки то я вам советую послушать и койл и нурс вызвал он потому что но это по-моему это я были понятное дело это не все может понравиться не все ее поймут но раз жизни это послушать надо я считаю вот и вот там идут две женщины это так понимаю вот с ребенком на руках это жена степлтона а вот дальше вот под дугласом пирсом это роус макдауэлл это участница стин-поп дуэта strawberry switchblade вот проект дуэт очень сильно повлиял на эту культуру японии и очень но переняли общем скажем так японцы очень любят очень любят вдохновляться западной культурой они интегрируют ее в свою очень интересно общем эта женщина роус макдауэлл она тоже принимал участие во всех записях или голос можно услышать на всех но не на всех альбомах а скажем так важных ключевых альбомов death and june и других исполнителей которые мы уже перечислили вот дальше вот этих двух женщин я не знаю вот на я думаю это не не кто-то важный поэтому нам нужно на следующий слайд да это альбом восемьдесят девятого года называется the wall of sacrifice на мой взгляд это вершина вообще творчество гулуса пирса то что во первых в этом альбоме приняли участие дэвид тибет рост макдауэлл которых мы уже упоминали также еще как был один очень важный участник это будет дрались про которого я скажу отдельно пару слов вот альбом этот начинается он как бы начинаете заканчиваться двумя треками которые один сейчас скажу сколько минут 16 минут это за главный трек он начинается такого боя часового как значит настенные часы вот и и дальше там по нарастанию добавлять всякие шумовые эффекты барабанные марш и вот опять в середине мы можем встретить услышать засемплированный нацистский марш какой-то вот или не нацистский по моему но там да там немецкий язык я по моему слышал то есть это но видимо это так как в так представлении музыка апокалипсиса должна выглядеть вот потому что война идет она все сносит на своем пути и ничего хорошего она несет за собой как я уже говорил далее идут треки гиди-гиди карусел это песня гитару на фолковская вот и в середине пятый трек да там но вот с этого альбома мы знаем песни известные песни то fall apart hello angel одно в середине пятый трек он прям так посередине прям вот четко посередине находится эта песня bring in the night она как начинается она начинается встречи со спича бой драйса я уже читаю орден смотрит на человечество с пренебрежением человечество это ложная конструкция невежественного зверолюда мужчина человек разрушитель его разрешение огромное его разрешение является всеобъемлющим но оно уникальное человека это не радостное и самоверенном уничтожении варвара и не фактическое целенаправленно уничтожение хищника выполняющего естественный императив разрушение человека это кислый побочный продукт дисфункции жизни разрушение человека следует за смертоносным ритмом жизни нарушившим равновесие человек разрушает свою собственную жизнь одновременно уничтожая все живое на земле не признавая свое разрушение даже не осознавали этого. Человек растратил свои силы, и наше презрение к нему стало безграничным. Своими жалкими поступками человечество продемонстрировало свою недостойность. Пусть разрушение, которое он развязал, поглотит его. Око за око, зуб за зуб, удар за удар. Давайте не будем злоупотреблять этим священным даром разрушение. Давайте посмотрим на это в истинном свете, чтобы мы могли понять его. Разрушение не противно творению, разрушение союзник творения. И оба они необходимы для функционирования и процветания жизни. Разрушение больше нельзя позволять выходить за пределы воли жизни. Оно должно вернуть себе законное место в порядке. Его нужно поставить на службу тем, кто служит воле жизни. Пусть сильные засвидетельствуют моё послание, пусть сильные прислушаются к моим словам. Возьмите на себя могущественные силы разрушения, ибо в них обитает сила жизни. Используйте его с умом и безжалостно взаимодействовать с другими людьми. Вот. По-моему, Boydrise, он таких придерживается социально-дравинистических взглядов, и поэтому в его словах есть такие нотки. Так вот, с чего... С этого начинается собственно песня, и далее идёт такой барабанный марш. Ну вот, и поётся Bring in the night, Bring in the night, Rapid in twilight, We can only care, Order is divine. Кстати, обратите внимание, на... Это вот на... Изображён Дуглас Пирс. На фотографии, вот, и... Он в маске. Вот, и маска станет одним, скажем так... Маски станут одним из, скажем так, символов группы Death in June, потому что Дуглас Пирс, он очень увлекался этим. Он ездил в Венецию, покупал маски, я потом чуть позже покажу. Многие, кстати, эту группу и узнают по маске, которую он купил в девяносто первом году в Венеции. Но не по этой, не по этой, наверное, эта... Эта маска... Я его только на этом альбоме и видел. Фотосессии к нему. Вот можно следующую фотографию показать. Да, вот, собственно, те... Ну, здесь на этой фотографии собраны те вещи, которые интересуют Дугласа Пирса. Вот можно даже на заднем фоне видеть даже вот это он не в какой-то немецкой... Видимо, это немецкая униформа. Вот. И там можно в книге прочесть название книг. Браун Гук. Ворон энд на зи криминалс. То есть, война и преступления нацистов. Вот. А черный ворон, это, видимо, отсылка Кэргару Хо. Вот. Ну, наверное, можно следующее переключить. Здесь мы на этой фотографии видим трех людей, которые сотрудничали с... Дуглас Пирс находится справа, а слева два американца, которые тоже являются участниками британского эзотерического подполья. Это Майкл Мойнихан, а посредине Бойд Райс, собственно, вот речь которого я читал. Вот. кто такой Майкл Мойнихан? Это музыкант, журналист, можно следующую фотографию, да? Да, вот он изображен. Вот это музыкант, журналист, основатель группы проекта Blood Axis. Чем он вообще известен? Ну, проект самый известен именно в этой тусовке, он тоже, как бы сказать, важный верхом Artel Industrial, вот, потому что Майкл Мойнихан вообще, он культуролог, вот, и он занимается изучением германских всяких мифов, вот, и также германские народные песни изучает, музыку. И он, кстати, да, он, что касается рода своей деятельности, он один из авторов книги «Повелители хаоса». Это книга про историю норвежского блэк металла. И, ну, книгу, это, книга очень известная, потому что они недавно сняли абсолютно отвратительный фильм, вот, ну, вообще, эту книгу, это, да, Уварга, создание этой книги, он брал интервью у Варга Викернеса. Вот, вы, наверное, знаете, кто это такой. Да, я тоже думаю взять у него интервью. Да, вот, но Варг очень низко оценил эту книгу, сказал, что все переврали, но Варг это такой человек, вот он просто, но есть такие люди, которые всем недовольны, как мне кажется, потому что книга сама, вся она интересная, ее почитать стоит. Это не буду рассказывать, потому что это не он, в общем, вот он создатель проекта Blood Axis и наказал влияние на, очень важное влияние на Мартил Индастриал своим творчеством. И следующий у нас человек это Boyd Rise с микрофоном. Вот это вообще один из, наверное, скажем так, ну не то чтобы культовых, но очень крутых людей вообще, которых я когда-либо видел, потому что я изучал его биографию, он является, как и пиоридж, одним из основоположников Индастриал. То есть они примерно одинаково начали работать в музыке. У него первые его работы это были, он вообще, да, кроме Индастриал, он еще и, как бы сказать, пионер жанра нойз. Нойз, это когда просто белый шум воспроизводится извлекаемый всяких шумовых, ну не шумовых инструментов, а шумовых, скажем так, элементов, которые мы встречаем в повседневной жизни. Вот он записывал, сэмплировал звуки шума самолета или у него даже есть там в каком-то интервью рассказал, что он даже записал звук как вот этих муравьев в муравильнике. Вот это работал Бойд Райс, у него очень интересные, у него очень вообще такие были жесткие перформансы в начале его карьеры. Он, короче, на сцене, выходил на сцену, вот, направлял прожектора в зал, вот, свет прожекторов ослепляет зрителей и подрубал на всю белый шум. Вот, ну и как бы это было испытание для людей, которые пришли на эти перформансы, остаться там или уйти за свои деньги. Они туда по-любому за свои деньги пришли, вот, и для них это было испытание своеобразное. Вот, также он иногда еще в клетке сидел, чтобы там в него ничего не бросали, не кидали, вот, а в зале могли драки происходить. Вот, но как именно, что он, они с Глуглсом, Глуглсом Пирсом познакомились в 86-м году, вот, они просто, они были друзьями по переписке сначала, потом они встретились во время гастролей в Японии в 89-м году, в Осаке, вот, и там они дали очень такой мощный перформанс, который лег в основу альбома, который идет следом. Как жить, спрашивает нас чат, гость, Николай, всем привет, приветствую вас. Пропустил, отвечал ли гость на вопрос про Летово, очень близка его натура, хочется послушать знатока, всех обнял. по поводу Летово, я, 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 наверное, не очень хорошо знаком с творчеством Летово, вот, но, как бы, я знаю, что вот эти вот все музыканты, они повлияли на его творчество, то есть, я знаю, что Летово слушал группу Койл, у него есть любимый альбом, он говорил в каком-то интервью, называется Music Place in Dark, это альбом Койл 90-х годов, вот, но, и в принципе, да, есть какие-то параллели между этой музыкой, между музыкой Летово и творчеством этих людей, потому что тоже какой-то есть вот и сюрреалистические моменты, и размышления вот такие философские, поэтому творчество Летово, да, но можно провести параллель между творчеством тех же Death and June и творчеством других участников британского эзотерического подполья, кстати, про Летово я еще чуть позже скажу, там у группы Der Bleu Tarsh есть трек на одном из альбомов, я расскажу про него, по поводу этого альбома The Shadow of the Sword, это первая половина альбома, это запись концерта в Асаке, вот с чего это, кстати, знаете, что изображено на обложке? Нет, я ведь даже не видел обложку, вы не переключили еще, да? Нет, не было команды переключать, извините, что изображено на обложке, не могу представить, а, видимо, спортсмены, да, спортсмены из дивизии Мертвая голова? Нет, нет, это не дивизия Мертвая голова, это личная гвардия Габриэля Данунцева, когда он захватил Риеку и устроил там свое, так сказать, небольшое государство, вот, и именно с речей Данунцева начинается этот альбом, вот, а потом переходит в известную, наверное, в творчестве Бой Дроза песню Дуэллонт Тотл Вор, что является отсылкой к речи Геббельса, вот, дальше потом идут в этом альбоме, там есть партия Роуз Макдаул, она исполняет, по-моему, там переписанная версия Клэбилиной, вот, и потом идут идет трек с цитированием книги «Сила есть право», это одна из книг, которая сильно повлияла на Бойда Райса, на его взгляд, это, скажем так, труд, фундаментальный труд по социальному терминизму, хотя многие, кстати, книга была написана еще в конце 19 века, и по ней даже есть рецензия Владива Толстого, если я не ошибаюсь, ее можно прочитать, даже на Википедии, по-моему, на протяжении всего альбома там звучат барабаны, на фоне приглушен такой звук органа, кстати, да, я забыл еще сказать, что Майкл Мойнихан, что Boyd Rice, они оба были членами церкви Сатаны, почему были, потому что они ее покинули после смерти Лавея, и, соответственно, в них вот этот оккультизм Станинский, он тоже прослеживается в этих работах, вот, и на следующем изображении вот вы можете видеть концерт, можно, да, переключить? конечно. Вот, это концерт, это вот Дугл Спирс, мы видим, на барабанах играет, это Boyd Rice, зачитывает, видимо, цитаты из Силы есть права, или Дугл Спирс, или Танинской бивы, я не знаю, но выглядит, по-моему, очень эпично, я бы сказал, вот, но при этом выступают они в каком-то непонятном, то ли, какое-то подвальное помещение, с разрисованными граффити, они мне, мне кажется, портят чуть-чуть атмосферу, вот, ну, я думаю, да, вот следующее изображение, это, можно следующее изображение сделать? Это, да, это, наверное, самое, это то, что, фактически, тоже, благодаря чему, группу Дуэсен Джун узнают сходу, это маска, известная Дугл Спирс, я уже говорил, он купил ее венец, в 91-м году, и с этого периода он с ней почти везде, на всех концертах выступает, но в последнее время он вообще, он редко стал выступать, а там, с 2015-го года уже видно, что маска пришла в негодность, и он ее, как бы, он ее только для фотосессий сейчас одевает, но, очень прикольная маска, вот он хотел найти магазин, где он ее купил в 90-е, но потом оказалось, что он закрыт, и он переживает из-за этого, ему предлагают, ему фанаты предлагают даже свои какие-то варианты, но он отказывается от всех, говорит, что нет, вот это вот маска, но, видимо, он с ней, как бы, он с ней достаточно большую часть жизни, большую часть жизни провел, и я думаю, он хочет вместе с ней уйти, когда-нибудь из нее, ну вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok